Музей колокололитейного искусства открыт 27 июля 2019 года в левобережной части города Тутаев. Экспозиция, конечно, просто невероятная, настолько красивая, познавательная, суздаль, подвеска колокола. Здесь, соответственно, вообще, хадисианская церковь была изначально не разделенная. Колокола у нас с востока идут, колокола Западной Европы, Россия, матушка, колокола Древней Руси, знаменитые колокола России, царь, колокола, кололитейные заводы России. Сколько же было кололитейных заводов России раньше? Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Упрощенное, то есть всего одно ухо для подвески колокола существует Вот как раз Николай Александрович Субтитры создавал DimaTorzok Загадка, что была за личность такая у его насмарок Попробуем ее разгадать со временем В народе не всегда есть вот эти готовые раготовки в цехах И очень трудно иногда понять, как же это все делается А это отливка колокола в глиняную форму, изготовленную по окружальному лекалам Это 17 век Да, и киевский 17 век до революции производство в основном использовало именно эту технологию Изготовление колокола Это вот у нас внутренняя часть формы Болван называется Это вот лекало Это внутренний профиль, видите, что болван изготовлен как раз по этому лекалу А это наружный профиль Лекало, по нему изготавливается фальш-колокол Вот этого часть И надо понимать, что фальш-колокол Внутри его находится вот этот болван То есть это одна форма Мы здесь ее просто разделили, чтобы было понятно А формовка довольно-таки простая В центр устанавливается вал Называется веретено На него колебится лекало И он вращается, и верхние слои формы выглаживают на глине И получается, собственно, тот профиль, который нужен Фальш-колокол это уже Готовый колокол, собственно Тот, который будет отлит из бронзы И он и называется фальш-колокол И здесь же как раз мы видим Подражаться на обрамление колокола Оно выполняется из воска Сперва из пластилина делается заготовка пластилинового изображения А потом уже делается слепок Форма Вот сейчас применяется Силикон для этих целей Раньше гипс применялся Силикон более подходящий А это уже Верхняя часть Формы Вот это наружная часть Внутренняя у нас болван Здесь вот мы попытались Имитировать звучание русской тройки У нас есть Ошейники или арканы Как их иногда называли Шейное приспособление для лошадей С бубенцами Есть вот крестьянский С железными бубенцами Довольно-таки грубого звучания И есть более Цивильные, можно сказать Уже латунные бубенцы Клёпочки для украшения Более выделанная кожа И более нежное звучание Ну и соответственно Мы попытались имитировать Как звучит И она получилась примерно вот так Вот это вот наш Русский потомок Тех древних европейских каваковов Это ничто иное Как Ботова Которая применяется Для При выпасе скота Применял их Во всяком случае В конце 80-х В начале 90-х годов 20-го века То есть это вот Первые кавакова Которые были отлиты На возрождаемых Небольших И крупных предприятиях В частности Зил Уже тоже Пытался произвести В то время кавакова Научно-исследовательские институты Такие Как Институт имени Академика Почвара Который специализировался На литии Всероссийский институт Легких сплавов Например Отливал кавакова Несмотря на суперсовременную Технологию Все-таки Звучание каваковов Отличалось От каваковов Старного лития Завода Это ведущие предприятия Для революционной России Имели промышленное производство И в разные годы Соперничают между собой То один завод Выходил на первое место То другой Это многократно Победители Всероссийских Выставок Ярмару А другие заводы У нас были На уровне Небольших Анимественных Мастерских Обычно То есть Эти вот Наиболее крупные заводы В чем спроса не было Соответственно Заводы закрылись И ни один завод Не то что заводов У нас даже По всеколетам Производство Колоколов Не сохранилось Это вот Мы с этим Дали Мы говорим Об этом Весит он Около 80 кг Около 80 кг Ну Звучание У него Немножечко Раньше Было Похуже Почат У него Звук Выровнялся И он Более Родно звучит Более Наверное Сказать Правильно Звук Дрезок Ну Дрезок Звук